Это небольшое предконцентрное турею мы записываем в питерском кабаре «Тройка» вместе с петербургской же певицей-богиней. Сегодня презентация ее самого первого компакт-диска, изданного в студии «Ночной такси». Лена, два слова для нашей публики относительно того, как создавался ваш альбом. Альбом на самом деле получился весьма интересным, потому что в нем одна половина – это музыка, которую делал для вас Армен Аганесян, а вторая половина – это большой поэтический концерт. Для меня очень важно, и я думаю, важно будет и для тех, кто смотрит нас на нашем телеканале, почему вот так первый альбом и сразу с одной стороны стихи, а с другой стороны песни. Обычно стараются так не делать. Обычно стараются сначала издать музыкальный альбом, а затем показать и другие способности певицы, к тому же вы и автор тоже. Поэтому вот почему получилось так, что в вашем первом альбоме сразу и стихи, и музыка? Ну, потому что стихи – это вообще первично в моем творчестве. Сначала я начала писать стихи, и поэтому, естественно, что самое главное, я считаю, что прежде всего я поэтесса. А потом стала писать музыку. И музыку и стихи для своих песен я пишу сама. Армен Аганесян сделал прекрасные аранжировки, очень немного помог по вокалу, и получился такой очень интересный, на мой взгляд, прекрасный альбом. Любовь рождает жизнь. А для вас равноценны эти диски? Я имею в виду диск музыкальный и ваши поэтические концерты. Или у вас есть какие-то предпочтения? То есть вы считаете, что вы лучше сделали музыку с Арменом Аганесяном, который тоже, кстати, сейчас нам даст интервью, либо стихи, ваши поэтические концерты оказались более близкими для вас? Ну, я бы сказала так, что на самом деле они равноценны, но если смотреть с точки зрения науки и влияния, благотворного влияния голоса на здоровье человека, то диск, который мы говорим о стихах, именно стихи... Поэтический концерт. Да, поэтический концерт, он влияет на здоровье больше. Так доказано научным экспериментом. То есть вы хотите сказать, что эта пластинка, она имеет еще и вот такой, как бы, что называется, утилитарный смысл, да, утилитарное приложение. Я имею в виду стихи. Это не только ваше творчество как поэтессы и не только исполнение поэтическое, да, специально заведомо без музыки, да, именно как вот акапелла, а именно это имеет еще и вот такое, как вы считаете, лечебное значение, да? Да, но это не я считаю. Я просто принимала участие в научном эксперименте в прошлом году по изучению воздействия голоса на здоровье. И было выявлено, что мой голос очень благотворно влияет на здоровье людей. Вот именно поэтому я стала петь, чтобы подарить свой дар людям. Скажите мне, а как давно были созданы эти песни? Вообще, сколько шел творческий процесс по созданию этого материала? Как давно были эти песни созданы? Я понимаю, что записаны они были не очень давно, а вот вообще сам этот материал, он специально ли предполагался для издания с музыкой? Или это были просто стихи, которые уже под воздействием какого-то вашего желания стали песнями? Нет, эти песни родились очень быстро, в течение года. Просто у меня в жизни случилось такое событие, что у меня сначала была очень большая и сильная любовь, потом человек, которого я очень сильно любила, погиб. И вот, наверное, все эти душевные переживания, эмоциональные, они и вылились вот в такие песни. У них очень много правды и очень много жизни. И, конечно, очень много любви. Вы относите, Лена, свое творчество музыкальное к какой-либо определенной музыкальной стилистике? Вот это бывают люди, которые говорят, я, например, исполняю рок-музыку, я исполню хип-хоп-музыку, джаз. А вот вы какие-то жанровые, стилевые рамки для своих песен определяете? Или вы считаете, что это творчество, которое идет как свободный такой поток творчества? Ну, вы знаете, я просто считаю, что это музыка сердца и музыка души прежде всего. А к какому жанру его отнести, я думаю, что музыкальные критики это смогут сделать легко. И в завершении нашего небольшого интервью предконцертного, это пожелание. Ну, вы первый раз даете интервью в нашей студии, хотя уже не первый раз на наших съемках. Вы были и не на этой площадке, а на нашей постоянной съемочной площадке, в том фильме, который есть на нашем телеканале и будет на DVD скоро в сериале нашем «Новое лучшее». Так вот, это не банальный вопрос, а традиционный. Вот сегодняшние ваши сиюминутные пожелания той аудитории, которая сейчас откроет гигантский видеохостинг YouTube, найдет там наш телеканал, это интервью, потому что это будут смотреть миллионы людей, они имеют такой доступ к этому. Ваши пожелания вот именно сиюминутные сегодня, перед первым вашим концертом с первым вашим компакт-диском. Что вы хотите пожелать людям, которые сейчас вас смотрят и слушают? Ну, прежде всего, я бы хотела пожелать, наверное, того, что бы сама, ну, пожелать того, что сама несу в своем творчестве. Я в своем творчестве считаю главным это духовность, потому что именно духовное здоровье рождает физическое здоровье. И мне бы хотелось всем пожелать счастья, любви, успехов, чтобы наша Земля, наша планета процветала и была счастлива. Продолжение следует...